Так, ну что, все на месте, кот на месте, я на месте. Сегодня, кстати, понедельник, тот самый день, когда я не люблю записывать ролики, но тем не менее я это делаю. Я убеждена, что вот ты сядешь, выстроишь оборудование, начнешь говорить, и все пойдет как по маслу. Ну, конечно, не всегда так происходит, но зачастую в большинстве случаев именно так. Всем привет, мои дорогие, всем здравствуйте, всех рада видеть на моем канале. На самом деле у нас очень классно пришли выходные, я на позитивных эмоциях, потому что у нас случилось целое событие. В субботу вечером хоккейная команда моего мужа, они одержали победу в финальной игре сезона, и они стали чемпионами в своей лиге в федерации хоккей. Для нас это реально целое событие. Кубок наш, ребятам еще предстоит вручение медалей, но это заслуженно. Все ребята молодцы, конечно же, в субботу вечером мы это отмечали, они так рады, они так довольны, это классно. Я прям зарядилась от них этими эмоциями, девиз вообще нашего субботнего вечера был, кто чемпионы, мы чемпионы. Вот так вот поделилась с вами своими радостными событиями. Напоминаю о том, что у меня есть канал в Телеграме, там не только парфюмерия, там можно еще подсмотреть кусочек какой-то моей обыденной жизни, еще что-то. Кому интересно, welcome, подписывайтесь, добавляйтесь. Ссылка на мой Телеграм-канал всегда есть в описании под видео, а также я ее дублирую в закрепленном комментарии. Что еще хочу вам рассказать? Вчера, значит, я сидела в Инстаграме, листала рилсы, и понятное дело, что поскольку я интересуюсь парфюмерией, мне постоянно попадается контент на парфюмерную тематику, даже когда я листаю рилсы, которые вообще никак не связаны с парфюмерией. И меня зацепило название, думаю, о, топ-5 самых неизбитых ароматов на леду. Думаю, дай-ка зайду, посмотрю. Я открыла, я, если честно, уписалась просто, потому что первый аромат, который нам показали, неизбитый, это была Валая, парфюмер, или Делина, нет, это была Валая. Второй аромат был от Байреда, типа Африканский бал или еще какой-то. Я зашла в комментарии, даже люди пишут о том, что, типа, камон, топ-5 самых неизбитых, и показывайте, первый, который вы показываете, это Валая. Я вот не понимаю, на кого рассчитан этот контент. Ну, типа, если у тебя название рилса топ-5 самых неизбитых, то я показываю какие-нибудь неизбитые ароматы. Я понимаю, если бы мне показали там Clean Heart от бренда Map of the Heart, какой-нибудь аромат от бренда Fidon, который вообще не на слуху, Antigua та же самая, да, это одно. Но когда вот эти ароматы, которые заезжены вдоль и поперек, вот столько разных парфюмов, я вот вообще все, что вот я вижу в Инстаграме, я считаю, что в Инстаграме очень мало качественного парфюмерного контента, особенно от тех профилей, которые занимаются распиом парфюмерии. Нет, есть, конечно, какие-то ароматы, которые можно взять на заметку, но, по моему мнению, самый такой качественный, классный контент, парфюмерные обзоры, они собраны на Ютубе. Я не про все могу так сказать, но тем не менее, попадаются шортсы, попадаются какие-то обзоры действительно редких ароматов, действительно, которые не на слуху. Я как бы никого не осуждаю, я просто высказываю свою точку зрения. Просто для меня это было одновременно и удивительно, и смешно. Я понимаю, что все хотят просмотров, я понимаю, что все хотят продаж, да, кликабельности, чтобы ролики вирусились, но нужно оценивать это все адекватно. Я понимаю, как-нибудь назвали бы Риллс, Шортс, ролик, без разницы, там самые таинственные ароматы, показали бы там черную орхидею, там форт. Амуаш Мемуар, Амуаш Интерлюд. Ну вот действительно что-то такое, над чем есть поразмыслить, где есть глубина, где в аромате есть какая-то таинственность, да, какая-то магия, вот, которая как бездна. Но когда мы знаем, что Валая действительно самый продаваемый аромат, самый запрашиваемый аромат, она очень популярная, и мы называем подборку самый неизбитый аромат, ну, честно, я такого не понимаю. Вот кто у меня сидит в Инстаграме, напишите мне, что вы думаете по этому поводу. Может быть, это просто мне попадается такой какой-то контент, да, то есть на этом именно сконцентрировано внимание, может, там тоже есть что-то стоящее. Но вот я убеждена, что все-таки самая такая адекватная площадка в плане обзоров парфюмерии – это YouTube. Ну а мы сегодня с вами поговорим про громкие, про скандальные ароматы, которые наделали шумихи, парфюмы, про которые меня часто спрашивают, на которых у меня не было обзора. Я решила все объединить в одно видео, которые произвели какой-то фурор, какие-то больше, какие-то меньше, но тем не менее эти парфюмы, они навели шорох, да, в парфюмерном сообществе. Все те парфюмы, про которые я сегодня буду говорить, их все можно найти на сайте парфюмерии Косметики Рендеву. Все ссылки на них я оставлю в инфобоксе в описании под этим видео. Если вы будете совершать заказ на сайте Рендеву, то не забывайте про мой минус 10% промокод 10Ангелина. И да, в предыдущем ролике я говорила про аромат Эйтэнд Боб, который представлен на сайте Парфюм Престиж, и делала пометку, что сайт временно не принимает заказы, потому что СДЭК лег, но СДЭК снова работает, поэтому, кто хотел, вы можете совершить заказ любого там парфюма на сайте Парфюм Престиж. У меня есть промокод ЛИНА25ИЮНЬ, я его оставлю в описании под этим видео, и он распространяется практически на всю продукцию сайта, за исключением бренда Ричард, аромата белый шоколад и белый шоколад в экстракте. На все остальное он будет срабатывать. Первый аромат, с которого я начну, это будет Ванилла Секс Комфорт. Вот такой у меня от Ливан был, который уже закончился. Забегая вперед, скажу, что мне прислала его Люба Терлецкая вместе с другими ароматами, но будет отдельное видео на все те парфюмы, которые прислала она мне, но я не могла просто удержаться, я вам очень хочу рассказать про Ванилла Секс Комфорт. Люба, большое спасибо, Люба, наверное, хочет, чтобы я еще немножко стала беднее, потому что аромат мне понравился, но мне вообще категорически не нравится его сумма. Он стоит просто неприличных денег, и, наверное, все-таки он, ну, чуть-чуть переоценен, но как он звучит на мне, как он раскрывается, это просто балдеж, это блаженство. Я там не слышу вообще ничего, что пишут на фраграме сети, типа моча, урина, пот, там, я не знаю, вот это вот, всех вот этих кошмаров нет. Для меня это очень красивый, нежный, миндально-пудрово-ванильный аромат. Причем он на мне себя показывает многогранно. Он и прохладный, он и теплый потом в раскрытии становится. Вначале, вот старт у него крутой, вот этот старт хочется обновлять и обновлять. Но, к сожалению, мне уже обновлять нечего, потому что все, как я уже сказала, у меня все закончилось. Вначале это миндаль, немножко цианидный, яркий, как будто чуть-чуть вот даже металлические оттенки присутствуют, такие прохладные. И потом, когда он начинает раскрываться, минут через 15 он теплеет, он становится более пудровым, кремовым, ванильным, смолы подключаются, то есть он такой более густой, что ли, становится. Немножко даже в сгущеночную сторону уходит, и никаких вот этих вот зашкварных моментов вообще на мне нет. Причем самое интересное, что я разнашивала этот аромат, то есть не зная, что здесь. И когда у меня вообще появилась мысль, что это может быть комфорт ванилосекс, потому что я знала, что у Любы он есть, я такая думаю, ну ведь она же писала, что там какие-то уринные моменты, вот эти неприятные, что в базе он ей выдает. Вот, я думала, гоняла, и потом уже, когда я открыла список, прочитала все ароматы, я поняла, что на мне все прекрасно, на мне все классно, я бы даже себе его взяла, но только цена меня смущает. И в сегодняшней нашей подборке это будет, пожалуй, единственный аромат, который я похвалю, который мне импонирует. Все остальное, ну вы сейчас узнаете, что я об этом думаю. Дальше мы с вами едем, дальше с Адоназа Назамата. Я была уверена, что у меня есть обзор на Ютубе, либо просто я его не нашла, не туда смотрела, либо я его просто не делала. Скорее всего, я не включала его в ролики на Ютубе, я познакомилась с ароматом уже достаточно давно, у меня есть большой отливант, и в Телеграм-канале я вот помню точно, что я рассказывала свои первые впечатления, и потом, что я думаю про этот парфюм. Год он у меня стоял в парфюмерном шкафу, значит, что я думала про него тем летом. Для меня тоже особо каких-то таких ужасных моментов, типа общественный туалет, бомжи, моча, для меня этого нет. Но когда ты его на себя наносишь, а дело было летом, я его разнашивала, есть ощущение, что на вспревшее тело после тренировки рассыпали вот такую косметическую, немного просроченную пудру, такой затхлый, есть такое ощущение, было оно. Но то, что мне сильно резало нос, там типа, знаете, слезы из глаз, я не могу это носить, нет. Ну, такое небольшое разочарование в моем любимейшем бренде Назомата, ну, как бы просто не мой аромат, просто не у меня. И вот я, когда готовилась к этому видео, спустя год вернулась к этому от Леванту, нанесла его на себя, вы знаете, что я подумала, ой, это очень даже неплохо. То есть сейчас я уже так и думаю, так, а может быть, вот ради коллекции взять себе его? Сейчас каких-то вот таких вспревших моментов их меньше. Да, есть мускус, телесность в аромате, она есть, но сейчас больше он уходит именно в такую сладковатую, нежную пудру, кремовую пудру, вот с этой вот легкой телесностью. Я бы не сказала, вы знаете, что это какой-то дикосексуальный, похотливый аромат, как пишут в комментариях на программе, что это грязно, это пошло, его нельзя носить в люди. Я вообще так не считаю. Для меня он не такой. Понятное дело, что презентация, реклама этого аромата Гуалтерии постарался, то есть, да, нас заинтриговали, что мы ожидали, что я ожидала лично, да, от аромата, и что я получила, это две разные вещи. Это, в принципе, в общем и целом достаточно спокойно. И даже куда-то, я бы сказала, в люксовую сторону, да, то есть такой пудровой гурманики люксовой. Ну, есть вот этот вот штрих фирменный, почерк, он прослеживается, безусловно, в каждом аромате бренда Гуалтерия, но для меня это максимально спокойно и, в принципе, носибельно. Не знаю, будет ли у меня полноценный флакон, вы знаете, что я повернута на бренде Незамата, но все-таки я предпочитаю держать в своей коллекции именно те парфюмы, от которых я кайфую, которые меня прям вот сносят крышу, сносят башню. Ну, просто брать флакон ради коллекции, ну, не знаю, пока нет такого сильного желания поставить его к себе на пол. Дальше блюдо Лисману Текс Нила, тоже тот аромат, про который меня, наверное, чаще всего спрашивают на прямых эфирах, и много комментариев про него приходит, как я к нему отношусь, что я о нем думаю, и я сразу скажу, я к нему отношусь индифферентно, мне вообще на него все равно. Я не разделяю всеобщих возгласов, всеобщих восторгов, как все по нему сходят с ума, и вообще нет. И сказать, что это, ну, совсем плохо, как-то я тоже не могу. Мне кажется, что это какой-то собирательный образ из всех таких популярных ароматов. Ла-лая, флер-наркотик, вот эта вот поразительная свежесть, она в нем есть, металличность, легкая фруктовость, да, небольшая сладость, как в Делине, кто-то вообще в нем бокару слышит, ганимет, ну, вот явные бокары, конечно, я в нем не ощущаю. Да, цитрусовый, да, фруктовый, там, груша, остринка, имбиря, немножко свежести в нем есть, вот именно этой пронзительной, но мне очень сильно мешает мускус. На мне спустя, наверное, 30-40 минут начинает лезть вот эта мускусня, от которой я не знаю, куда деться, и она заглушает вообще все другие ноты. Я пробовала блюталисман в разное время года, я, наверное, уйму раз подходила в золотом яблоке к нему, чтобы понять, что ж так там всем сносит крыша-то, но, честно, я не понимаю. И в холоде, и в тепле, причем в тепле мускус на мне лезет больше. То ли особенности моей кожи, то ли просто я не дружу с брендом X-Nila, именно вот с их какой-то обычной вот этой линейкой. Черные шедевры обычные, но как бы не очень. Он стойкий, он достаточно шлейфовый, но, опять-таки, лично для меня это мимо. Ну и еще такой момент, то, что этот аромат сейчас дико популярный, востребованный, там, пустые тестеры, в аромобарах его распивают сотнями флаконов. Я все такое не люблю, вы знаете. Многие не понимают, почему у меня такая точка зрения, почему у меня какой-то внутренний блок включается вот в такие парфюмы, когда все одновременно начинают там их скупать, сходить по ним с ума. Я не люблю то, что популярно, и я в большинстве своем этим не пользуюсь, ну, не считая моего любимого Black Afghan, конечно же. Но я как бы никого не осуждаю, кто чем хочет, тот тем и пользуется. Мне в комментариях очень часто пишут, то есть они не понимают мою точку зрения, там, почему я очень часто говорю про какие-то редкие бренды. Зачем вы обозреваете бренды, которые хрен где достанешь? Вы любите всратую нишу, давайте обзор на какие-нибудь популярные, доступные ароматы. Вот откройте Инстаграм, топ-5 самых неизбитых ароматов. Вам там все расскажут, вам там все нальют. Пожалуйста, таких подборок просто уйма. Я не раз вам говорила, что есть какие-то мега редкие бренды, на которые стоит обратить внимание, и там порой такие прям, ну, действительно, жемчужины попадаются. Это я реально так думаю. Поэтому у меня и политика, наверное, ведения канала такая. Ну, Блю Талисман, собственно говоря, им уже все сказала, что я думаю на этот счет. И мускус, конечно, все-таки там очень своеобразный. Ни в коем случае вот именно этот аромат нельзя покупать вслепую, как и все ароматы, да, пометочка, и тестировать его исключительно на коже, и я бы даже, наверное, сказала, в разные сезоны. Дальше быстренько пробежимся по Валае. Валае – это вообще звезда нашего сегодняшнего ролика. Ну, что я могу сказать? Лично для меня это тоже собирательный образ из двух отдельных ароматов. Это флеронаркотик и это делина. И я никуда не могу от этого деться. В Валае есть вот эта пронзительная металличность, вы знаете, когда гвоздем по стеклу вот царапают, вот ты не знаешь, когда этого звука деться, вот он тебе все режет. Вот так же я отношусь вот к этому аспекту, да, вот этой вот свежести. Тут и альдегиды есть, тут и цитрусы есть, тут и есть оттенок мыльности. То есть это аромат для меня тоже с оттенком чистоты и просто овердоза мускуса. Прям так щедро его туда добавили, что я тоже не знаю, куда себя от него деть. Мускусня, она и здесь тоже на моей коже появляется. У этого аромата много поклонников, там кто говорит, что он безумно женственный, он красивый, он такой легкий, он такой нежный, как вот облако. Ну, я не знаю. Я вот нежным его точно назвать не могу. Видимо, просто мой нос, он так вот реагирует на подобного рода парфюмов. Все, что вот в духе, все наркотик, длина, ганимед. Ну, ганимеда здесь нет, конечно. Нет, это вот именно в сторону, как я уже рассказала, вот этих двух ароматов. И да, мне кажется, что лучше всего для Валая подходит прохладно. Я бы, конечно, вообще его никогда не носила, но я не представляю, как это в тепле, вот эта вот адская смесь. То есть здесь и пронзительная вот эта вот металличность, и чистота, и мыльность, и мускус. Потому что летом в жару все рецепторы, они обострены, и тебе вот, ну, точно мускусный такой не хочется. Ну, я за себя говорю, да? То есть хочется чего-то более спокойного, там, ненавязчивого, свежего. Ну, короче, я считаю, что если ее носить, ее носить только в прохладе. Кто у меня носит Валаю, напишите мне, когда вы ее носите, как она вам, как она на вас раскрывается. Ощущаете ли вы овердос вот этого вот мускуса? То есть есть те люди, которые ощущают мускус, но они от него кайфуют, им нравится. Я вот тот человек, который ощущает этот мускус, я просто не знаю, куда от него деться. Король стойкости и шлейфа тоже уже вдоль и поперек заезженный, изъезженный аромат, суперпопулярный. Мне кажется, ленивый просто про него не сказал. Это, конечно же, Encelade. Да, это громко, это напористо, это шлейфово, это даже где-то, наверное, можно сказать, аромат в стиле умри, все живое. Заходи, не бойся, уходи, не плачь, как я люблю говорить. Я уже говорила свою точку зрения насчет Encelade, но есть одно но. Да, наверное, для кого-то это шедевр, но я считаю, что этот аромат вдохновлен моим любимым Nudiflorum. Я и я не одна такая, кто в них ощущает общий вайп и общий характер, то есть одну направленность. Да, безусловно, конечно же, они в раскрытии отличаются, но их объединяет общее направление. То есть Nudiflorum, вы знаете, это кожа, это ревнивая кислинка, там и жасмин, и Encelade это тоже, это очень много зелени, это ревнивая кислинка, это вот напористость, то есть маскулиность в этом аромате она есть. Даже где-то кожаный аспект, я тоже в нем его ощущаю, древесность, то есть фруктовость немножко, которая проявляется потом, не потом, а которая проявляется летом именно на Nudiflorum, я такая какая-то легкая малина, вот я там ощущаю, тоже самое есть и в Encelade. Поэтому я считаю, что аромат где-то вторичен, это мое мнение, вы можете с ним не согласиться. Я просто люблю, обожаю всей душой Nudiflorum, и, ну, зачем мне Encelade? Хотя, возможно, если бы у меня не было, например, Nudiflorum, ну, я допускаю такую мысль, что я бы себе его купила и поставила на пол. Слышала еще такое мнение, что Encelade это усовершенствованный и доделанный Nudiflorum, ну, не знаю, я тоже так не считаю, но Nudiflorum все-таки он самобытный, он какой-то такой, ну, не знаю, неповторимый, ну, лично для меня, недаром я его выбрала, да, в свои парфюмерные я. Ну, люблю его, не могу. Опять у нас солнышко ушло, у нас сегодня какой-то такой сумбурный день, утром солнце, потом тучи, потом дождь, потом опять солнце, потом опять тучи, потом опять все нормально, вот сейчас опять все, солнышко ушло. Вот. Ну, и последний аромат на сегодня, от которого я тоже далеко не в восторге, это HFC и их новинка I Wanna Be Loved By You. За что такие деньги, хочется спросить. И вообще, кто готов выкладывать такие деньги за полноразмерный флакон? Сколько вот он стоил, я смотрела на рандеву, 38 или 35 тысяч рублей, ну, за 30. Он вообще этих денег не стоит. Для меня это просто проходной аромат, который похож на все и сразу, что я знаю. Что-то от Монталь, что-то от Каджал, который у меня есть, но вообще больше всего, сразу, да, я скажу, он мне перекликается с Монталь Intense Cafe. Здесь и роза, который в HFC, здесь очень много розы, которую я ощущаю, и амбра, и мускусность даже, как будто бы какая-то, немножко сливы, и вот этот тоже собирательный оберс из разных ароматов. Ну, я такого не понимаю, честно. Я считаю такие ароматы не особо индивидуальными, то есть, ну, и уж точно не за такие деньги. Стоило бы это 5 тысяч рублей, ну, ок, там 7, я бы еще подумала, но когда это стоит за 30+, ну, это такое себе. Ну, и вообще бренд HFC для меня просто какое-то сплошное разочарование. Очень и очень переоцененный бренд, на мой взгляд. Понятное дело, что да, упаковка, флаконы, коробки, там, вот, оформление, ну, как бы на этом все. Ну, не стоит жидкость во флаконе, вот этот вот, да, сам Juice, ту сумму, которую за него просит. Было бы в 2-3 раза дешевле? Да. Как я уже сказала, можно было бы подумать. Вот два аромата, которые мне более-менее нравятся, это Sweet and Spoiled, но он, конечно, не для всех, и не каждый его будет носить, и точно не на каждый день. Ну, так, удивить свои рецепторы, вот, хочешь чего-то такого, какого-то альфакторного приключения, вот тебе туда. И Privat Code. И на этом все. Диавольская интрига была, продала. Diamond and the Sky есть миниатюры, вообще практически не ношу. Диалог с Венерой тоже есть миниатюры, тоже не ношу, тоже не понимаю. Слишком, короче, они много о себе думают, и слишком они хотят много денег за свой аромат. Вот у кого у меня есть любимцы от бренда TFC, напишите мне в комментариях, какие они, как вы относитесь к этому бренду, какие ароматы вы носите, какие вам не нравятся, что вы вообще думаете по поводу ценовой политики этого бренда. Та же самая, кстати, в Rock Me and Dream забыла сказать, тоже я не поняла всеобщего восторга, но не самая лучшая вишня, не самая эталонная, так же, как и Tom Ford Lost Cherry. Ну, я думаю, что вы знаете, да, про мои вишневые предпочтения. Вот такой вот у меня на сегодня вышел ролик, надо уже заканчивать, а то все у нас, похоже, сейчас будет гром, гроза, вообще все очень плохо, небо прям серое-серое, почти черное. Вот такой вот на сегодня ролик, вот такие вот ароматы. Пишите мне, какие ароматы громкие и скандальные есть в вашем парфюмерном шкафу, который наделал лишь шумиху, что из таких парфюмов вы любите. Конечно же, с какими ароматами из моей подборки вы знакомы, что пробовали, что тестировали, пишите мне, как он на вас раскрывается, если вы его пробовали. Ну и про садоназа, короче, про все ароматы. Как всегда, ставьте лайк, пишите комментарии, это все активность, это все влияет на продвижение канала, на продвижение контента. Нажимайте кнопку колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о выходе моих новых видео. Пишите, какие в дальнейшем тематические ролики и подборки вам были бы интересны. Не забывайте про мои соцсети, про мой телеграм-канал. На этом у меня сегодня все. Большое спасибо вам, как всегда, за внимание.